И всем привет, ребят, с Вестер Байк, если я записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен нашему долгожданному прохождению элитного пропуска. Сегодня у нас остается, грубо говоря, один день до окончания еще одного интересного ивента. И я могу сказать, что мне остается лишь только три звезды, чтобы полностью его пройти и зафиксировать те самые заветные призы, ну и главное, скин-контейнер, который я, честно говоря, очень сильно хотел получить. Поэтому мы сегодня его получим, ну и, конечно же, вместе с вами его откроем. Если вы ждали этот видеоролик, то обязательно забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч токодов. Для этого в достройках игры в аккаунтике уставить его личный так-так-тепе. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Буквально уже через меньше недели будут итоги этого замечательного розыгрыша. Ну а мы вместе с вами отправляемся в любой бой, я пикаю тдемочку, потому что именно она чаще всего завершается досрочно, чтобы добить эти заданки, получить заветный скин-конт, забрать призы. Ну и узнать, упадет ли мне мой самый, что ни на есть, важный скин, который я очень сильно до сих пор жду. Это, конечно же, Арес XT. Если упадет, я буду безумно сильно рад и уже смогу в ближайшее время открыть 3 старых скин-конта. Здесь в двоечке в скин-контах еще останется один скиночек. И вот это те самые старые скин-конты, в которых в сумме должно быть в каждом скин-контейнере по 4000 танкой нав, что будет очень и очень вкусной прибылью для меня. Поэтому надеюсь, что сегодня как раз таки именно Ареса мы вместе с вами вытянем. И это не будет последним скином из скин-контов, хотя чисто в теории шанс такой может быть, что это будет самый-самый ластовый скиночек. Но сегодня не об этом, поэтому мы вместе с вами быстренько бьем звездочки, быстренько стараемся все это дело добить. Вы в комментариях можете, ребят, тоже написать, проходили ли вы элитный пропуск, сколько у вас вообще осталось скинов, большое ли количество. Как у вас вообще в этом плане дела продвигаются, да, будет тоже интересно в этом плане почитать, поэтому можете написать. Ну а я, по сути, практически все эти звезды набил вот на этом сочетании. Вас по фриз, вас с подрывником, фриз с пульсаром. Комбинация, которая себя великолепно показала в рамках матчмейкинга в любом режиме. Ну и самое главное, наверное, что на этом вооружении было максимально комфортно играть в штурме, да. Именно для штурма, по сути, оно мне было по большей части и нужно, но, как я уже сказал, можно его использовать в любом режиме, да. Но в штурме более приятно, более мобильно, наверное, и больше возможностей открывается у этого вооружения, потому что вы бомбочки даете под доставку, например, за атаку, плюс подрываете противников, да. И в сумме у вас получается очень крутая комба, которая может тушить лютый контент и чек. Так, что касаемо данного боя, у нас тут Хикеланджело против, я смотрю, играет. Попробуем выиграть, хотя нам особо сильно не важно, победа нам надо быть просто в топ-3, да. То есть, если мы в топ-3 будем, то уже наша задача будет выполнена. Ну и, я так понимаю, что здесь досрочки у нас в рамках этого боя не будет, поэтому нам придется этот боёчек доигрывать до конца. Ну, в принципе, ничего страшного, главное, чтобы мы в топ-3 зашли и уже всё это дело залутали. Хотя мне три звезды, да, по сути, я даже могу быть и не в топ-3, потому что премка у меня имеется. Не знаю, насколько это была грамотная бомба, не грамотная бомба. Сантер плюс ещё был сувердайвом, по сути, мог вообще отключить мою бомбочку, но он решил не отключать, он решил просто откатиться от моей бомбы, да. Что касаемо резистов, если честно, тоже пересмотрел резисты в матчмейкинге на сегодняшний момент времени. Очень многое в этом плане поменялось в связи с тем, что у нас поменялся баланс пушек, да. И тот же, например, Гаусс стал смотреться по-другому и начал работать поинтересней. Также с Мака стало более мобильно, более интересно в матчмейкинге. Ну, вообще, в принципе, баланс пушек стал какой-то более такой нестандартный, нежели было это раньше. Сейчас уже появились в большем виде и те же самые там Теслы, да, хотя их и так до этого было большое количество больше. Наверное, преобладают Смоки, Гауссы, да, которых раньше, например, было значительно меньше. Сейчас этих пушек довольно много в матчмейкинге и даже порой я просто беру от них резист. Сейчас у меня вообще резист стоит чисто под штурм, да, рикошет, Тесла и Скорпион. Скорпион, хотя я в одном из обзоров на резист и говорил о том, что резист от рикошета я не использую, но, видите, мета немножечко поменялась и уже рез от рикошета стал супер актуален и супер нужный в матчмейкинге. Ну и по большей части, наверное, даже не просто в матчмейкинге, а именно в штурме. В штурме там эти Теслы сверху очень любят за деф стоять, поэтому в моем понимании это идеальная, хорошая, качественная контракт, которая работает всегда. Ну а что касаемо Васпика, то это, наверное, самое бесячее устройство, которое есть на сегодняшний момент времени, так как с этим устройством у вас есть возможность уничтожить любого противника, который на ближней дистанции нажмет ВАЗ овердрайв, да, то есть вы просто въезжаете в него и он умирает, да, даже средний танк, он просто улетает на респаун и он ничего абсолютно вам сделать в этом плане не может. И это, конечно, очень и очень жестко. Если, например, вот рассматривать с точки зрения стрим снайпа, да, если бы меня бы, например, снайпили игроки, то, ну вот буквально два таких Васпика против тебя, когда начнет играть, я думаю, что это просто минус все. Просто минус все. Потому что, ну, типы начинают въезжать и ты ничего не сможешь сделать, ничего абсолютно. Он, если ты не бьешь, он тебя просто убивает, если ты его бьешь, то он просто подрывается и с подрывом забирает тебя тоже, да, то есть что так, что так, ты будешь улетать на рез против этой комбинации и это очень и очень грустно с одной стороны, с другой стороны. С другой стороны, ты можешь, как бы, в теории подержать на расстоянии, но чаще всего это не срабатывает, да, поэтому я бы сказал, что это очень такая бесячая и имбовая темка. Где-то, конечно, она бывает не работает, но по большей части, как по мне, это та вещь, которая работает и работает очень-очень противно. Прям мега противно, особенно, когда ты еще играешь с фризом на пульсар, да, у тебя еще и дополнительная появляется пульсарка, которая также терроризирует противника. Получается вообще супер токсичное вооружение, которое имеет большое количество плюсов в своем арсенале. Так, пытаемся слить здесь ареса. Арес улетает на респаун, пытаемся накинуть здесь по викингу. Пробуем набрить еще викинга. Так, ну и у нас 3 минуты до конца. 3 минуты до конца, сейчас мы с элитного пропуска еще дополнительно получим ультраконты. У меня, кстати, на основном аккаунте станет супер большое количество ультраконтейнеров. И я вам, ну, наверное, давайте дам даже, дам даже челлендж, да, давайте попробуем набрать на этом видеоролике 150 лайков. Набираем 150 лайков и на 150-очку мы вместе с вами будем тогда открывать все контейнеры, которые у меня накопились на аккаунте. Ну, я имею ввиду именно по большей части ультраконтейнеров, да, обычные контейнеры в этом плане особо сильно не нужны, да. Поэтому, если есть интерес, то проявляйте максимальную активность и я уже в ближайшее время открою все свои ультраконтейнеры, которые есть у меня на аккаунте. Ну, которые я сейчас еще дополнительные получу. Так, минус мы здесь не падаем, это хорошо. Это очень хорошо, пробуем въезжать. Я не знаю, чьи тут мины стоят на респе в большом количестве, но кто-то очень и очень плотно их здесь наставляет. Так, ну и у нас остается 2 минутки до конца, 2 минуточки до конца, пробуем наносить еще урон. Меня, к сожалению, глубочайшему уносят на респ. Я бы хотел бы, конечно, еще бы покидать тут контентика плотного, но по итогу я просто улетаю на респаунчик. Так, пробираем оудишку, попробуем здесь залететь куда-нибудь по вкусному. Оп, такую вот ставим, не знаю, сработает она на кого-то или нет. Ну, и успеем этого, к сожалению, молодого не успел я здесь закрепить и забрать. 9 киллов у нас остается до конца. Пробуем хотя бы еще парочку киллов сделать. Я вот запикался в начатую катку, да, а по итогу даже с начатого боя у меня получилось здесь забрать первое место. Так, ну и идеально просто под миночки прокатился. 4 килла до конца. Скорее всего, сейчас уже противник быстренько эту каточку завершит. Пока я доеду до респа, уже будет 150 килов и досрочечка. Так, аптечку, наверное, нажать я уже не буду. Добивают. И на мне заканчивается эта катка. Ты достиг уровня 20 специального праздничного челленджа. Для получения наград нужен элитный пропуск. Это то, чего я хотел. Заходим. Покупаем за 2 350. Элитный пропуск. И получаем все наградочки. В сумме сколько у меня ультраконтейнеров становится? 108 ультраконтов, ребяточки. 108 ультраконтейнеров. Я думаю, что 150 лайков мы точно вместе с вами можем организовать. Ну и здесь у меня еще дополнительно 50 и 109. То есть в сумме более 200 ультраконтейнеров мы откроем. Поэтому я думаю, что 150 мы точно можем на это все дело прожать. Ну а я открываю и надеюсь, что здесь мой самый любимый корпус. И самый долгожданный скин, который я 40 тысяч лет ждал на своем аккаунте. Проверяем. Сюда. Сюда. Просто сюда. То, что я хотел. Я забираю наконец-таки. Спустя 40 тысяч лет. Я забираю этот скин контейнер. Ой, контейнер, говорю. Скин Ареса Эксти. Боже, как же я давно хотел получить этот скин. И теперь появляется дополнительный нереальный стимул поиграть на этом Аресике. Быть может в ближайшее время тушануть даже на нем какой-то контентик. Какой-нибудь плотненький контентищик долбануть вот на такой комбиночке. Ааа, хорошо. Хорошо, наконец-то. Просто наконец-то мне падает этот Арес Эксти. Я уже думал, что он мне не упадет. Но это значит, что, ребятки, в ближайшем будущем мы тоже. Мы тоже вместе с вами открывать будем как минимум 3 устаревших скин-канта. Так как в них больше не осталось ничего. А это значит, что там есть только танкойны. И эта бабловая темочка принесет мне очень хорошее количество танкойнов на мой основной аккаунт. А сколько танкойнов мне это принесет? Мы узнаем уже в ближайшем будущем. Вот такое вот открытие скин-канта у нас получилось. Впервые за долгое время я прошел элитный пропуск. И еще вместе с этим элитным пропуском нахожусь даже в топ-100 по звездам. Что для меня вообще является, ну, чем-то, наверное, таким жестким. Потому что в последнее время мне не удавалось закрепляться на таких позициях. Ну, а вы пишите, набивали ли вы этот элитный пропуск, бьете ли вы звезды вообще. Ну, и что вам падает с этих скин-контейнеров. Выбили ли вы свои любимые скины или нет. Я пока что Аресика прячу, чтобы его нигде не спалить. Да, ни в коем случае. Ну, а вы уже после видоса уже точно знаете, что у меня этот Аресик XT на аккаунтике теперь есть. Всем спасибо, ребят, за просмотр. Обязательно поддержите видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг этого каким-то образом не сделали. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok